Уважаемые участники Конгресса, ну я свой доклад переделал после того, как пару дней послушал здесь выступление, поэтому он не высвечивается на этом, только таблицы будут. Если вы посмотрите, так между словами будете это, то я буду прокручивать четыре таблицы. Своё не надо закрывать. Своё выступление я хочу начать со слов великого гуманиста XX века Альберта Швейцера, который утверждал, «Для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое нарушение высшего чувства ориентирования. К сожалению, до сих пор это плохо осознаётся учёными политиками, патриотами нашей Родины. В итоге наш народ патологически нравственно болен в настоящее время и с трудом от этого выбирается». Не случайно Карл Маркс от логикоинтуитивных, эмоционально-этических, экономических, философских рукописей 1844 года затем почти 40 лет писал «Строго научный капитал». А Фридрих Эндж написал «Антидюринг», потом 30 лет создавал диалектику природы. Аналогично Владимир Ильич Ленин после поражения революции 1905-1907 года «Вначале предал своим мыслям и действиям твёрдое основание фундамент», написал «Материализм и перикартизм». Также не случайно защита всеми неправедными способами, не либерастами от науки, многократно опровергнутой теорией относительности, которая породила управляемый хаос релятивизма в науке о следом миропонимании. Я говорю о теории относительности в Эйнштейнерской трактовке. О чём? Значит, пока корректность я не нарушена. Западная цивилизация, казалось бы, победно шагающая, это вот один из примеров. Когда ты говоришь то, что соответствует теории Эйнштейна, все хлопают в ладоши. Когда ты начинаешь выступать, говорят, ты некорректный. Значит, исчерпала свой творческий ресурс, основанный на великой парадигме эпохи просвещения, кривольным камнем, который являлся вера в разум, а он оказался очень коварным слугой. С подачи элит и фашистских установок боя избранного народа хорошо усвоенных, соответствующих генопатологическим нацистским кодом представителей гаплогруппы РННБ, составляющих львиную долю западноевропейцев, здесь выработалась единая цель – власть и капитал, хорошо дополняющие и питающие друг друга. Под это подстроились основные жизненные установки. Цель оправдывает средства. Человек человеку волк, разделяя и властвуй. Заменившие природные антологические принципы отбора, развития и единения в их человеческом воплощении – свободы, возвышения и соревновательного единения. Последний западного используется для словесного повседневного прикрытия политики управляемой системной социальной агрессией, массового колоннально-монополитического обмана, спекуляции, ростовщичества, коррупции, двойных стандартов и т.д. Мы это всё хорошо видим. Огромную помощь в этом оказывает западногорапевцам созданный ими управляемый хаос науки и философии, подрезавцы антологические корни мировосприятия и мировоззрения основной массы людей, обескровив таким образом духовную компоненту мира, лишив их физического фундамента. Ну вот число теорий физического вакуума, который не может быть сложным исторически, потому что он возник самым первым, приближается к 11 тысячам теорий. Число научных дисциплин в настоящее время в мире приближается к сотне тысяч, а число теорий вообще и гипотез уже превысило миллион. Большая часть их, по признанию самих авторов, это гипотезы, а вторая половина или научные фантомы, наукообразно объясняющие в своих искусственных границах отдельные куски реальности, или бесконечные попытки улучшить старое, придавая у него новые, безупречные, геометроматематические и псевдологические формы, без реального содержания. Миропонимание, особенно в обществоведении и политологии, а также и в физике и философии, за последние полвека достигнут предел чейтина, предел сложности накрученных искусственных, иллюзорных, научных, философских и иных конструкций. Отброшен и забыт завет Иисуса Христа, но добудет ваше слово «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то это от лукавого. В результате люди стали или принципиально неверно воспринимать окружающий мир, либо игнорировать его как нечто чуждое, то, против чего восстает человеческое естество. Человек ощущает себя бессильным и ненужным, он не управляет окружающей реальностью, он не свободен в развитии, возвышении своих возможностей и потребностей, не ощущает единства с миром, который он и в бедности, и в богатстве, иллюзорно находит только через алкоголь, наркотики, извращения, насилие и тому подобное. Особенно тяжело пришлось правдолюбимому русскому народу, ну, можно сказать, русской цивилизации, у которой проклятые 90-е выдернули нравственные стержень, веру и веру в совесть и в справедливость. Мы потеряли уважение, солидарность, связь друг с другом, со своей родиной и миром, потеряли целостность и веру в себя и мироздание. Основной вопрос, как поднять предел чейтина повыше его границы для основной массы людей? Это возможно двумя путями. Первое – опускание массового аутизма, сводится к зомбированию, тотальной бездуховности, наркомании, алкоголизации, инферминизации и садомизации всех сверхжизней. Массовой лоботомии и аномии, нехирургическими методами, на основе тотальных лжи, воровства, ростовщичества, коррупции и спекуляций, подмены физики геометроматематическим инурезам, лишённого реального содержания и оскоплённого мышления дифуров и религиозизма. И второй путь – это возвышение, заключается в строгом научном обобщении, превращении современной вавилонской башни науки в красивые системно возополняющие жилища, радующие каждого из нас, обретение людьми диффузным мышлением. Как это сделать? В своё время великий диалектик правильно подсказывал принцип главного звена, ухватившись за которое, можно вытащить и всю цепь, и поднять предел Четина большинством людей до уровня истинного понимания и использования окружающей реальности, нахождения в ней смысла и собственного места. Ну, есть такой римский клуб, вы знаете, он выпускает, в этом году выпустил юбилейный свой доклад. Значит, и он признал в этом докладе, что в 80-х годах прошлого года произошло вырождение капитализма. Основным источником прибыли в рамках которого стали финансовые спекуляции. 98% финансовых операций, 98% носят спекулятивный характер и только 2% относятся к производству. В офшорных зонах спрятано от 21 до 32 триллионов долларов. Существует огромный переизбыток капитала в эффективных, но доходных сферах, в то время как направление которых зависит будущее планеты, испытывают острейший дефицит средств. Настоящий долг США составляет необъявленные 21 триллион, а минимум, они подчеркивают, 65 триллионов долларов. То есть, три их национальных дохода. Руководители Римского клуба и его ведущие эксперты пришли к однозначному выводу о неизбежности коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации, чему посвящена вторая часть доклада. Названо «Не уцепляйся за устаревшую философию», где авторы разбирают истоки патологии современного мировоззрения, после чего описывают альтернативную философию нового просвещения, как якобы основу фундаментальной трансформации мышления, результатом которой должно стать целостное мировоззрение. В принципе, можно отметить, что целый ряд выводов доклада, я рекомендую каждому прочесть этот доклад, очень верно отражает и предложение ряд, очень верно верных. Вместе с тем, необходимо указать на несколько коренных недостатков. Во-первых, не названы основные причины и истинные виновники сложившейся критической ситуации нарастающего кризиса по всем фронтам общественной жизни. Таковыми сегодня являются сионистско-анлосаксонский панакомеркетизм, интерфашистский неолеробилизм, так называемые «представительность демократии», навязываемые обманом и силой всему миру. А их фундаментом, научной основой, является таким же образом навязываемый релятивизм. Дошло до того, что мы уже с 1964 года имеем комиссию в Академии наук по борьбе с антинаукой, которая имеет однозначный характер. Или ты признаешь релятивизм, или не признаешь. Если не признаешь, ты не ученый, иди дальше. А в своё время Эйнштейн, крестный отец релятивизма, писал, «Математика – это как раз та совершенная метода, при помощи которой можно самого себя водить за нос бесконечно». А я точнее дополнил бы, что «возить за нос человечество». Авторы доклада правильно отмечают, что углубляющая раковая патология современного миропонимания и мировоззрения смязана с доминированием редукционистского мышления и фрагментации знания. Цитаю, цитирую. «Редукционистская философия неадекватна не только для понимания живых систем, но и для преодоления трагедии разрушительно-социально-экономического роста». Авторы указывают на губительность перехода от рассмотрения реальности как целого к её разделению на множество мелких фрагментов. Одновременно, как-то у них это получается, они обращаются к принципу неопределённости Гейзенберга и дополнительности Бора, снова уводя нас в трясину релятивизма, подменяя физические основания математическими вероятностями. Здесь уместно вспомнить Фридриха Энгельса, который подчёркивал, с каждым составляющим эпоху открытия, даже в естественно-исторической области, материализм неизбежно должен изменить свою форму. Неизбежно должен изменить свою форму. Вот это мы до сих пор пока плоховато понимаем. Но тем более не понимают наши политики и философы. Возведённый Западом Педьесталенштейну, который своими антикорритериальными работами разрушил веру в познаваемость мироздания, а также в то, что у человека и человечества есть смысл существования, имеет далеко идущие последствия и в физике, и в философии, и в идеологиях, и в политологии, и, соответственно, в человеческой практике. В физике, в частности, это развязало руки геометрам, формальным логикам и математикам, которые, на сиологию потенций своих наук, стали выдавать за антологию бытия. А полиэлептику, настояя сегодняшнего дня, искусственно переносить на начало материального мира. Отсюда сверхсложные логика геометроматематические конструкции, лишённые реального физического содержания, типа различных модификаций множественных миров, признания за ними антологической конкретности, которые привели к потере физикой, а за ней философии, реальности и бытийной однозначности. В итоге современная наука и философия прячут своё непонимание и незнание за трансцендальностью скрытых постоянно переменных, а их уже накопилось в современной науке многие сотни, неизбежно приводящие к релитивизму непознаваемости и узаканивают любое воображаемое развитие и любой порядок. Как справедливо угадал Губерман, век принёс уроки всякие, но один конец всему. Ярче солнца светят факелы, вводящие во тьму. Это уже не говоря о том, что знаменитая формула, приписываемая Эйнштейну, во-первых, для Андронова не точна, так как не учитывает кварк наклонные связи, а во-вторых, открыта за 30-летие до рождения Эйнштейна. Вот наш русский учёный Умол в докторской диссертации, которая называлась «Уравнение движения в телах» в 1874 году, Эйнштейна ещё не было на свете, вот что он писал. Энергия эквивалентна массе, и коэффициент эквивалентности представляется квадратом скорости света. Ничто это вам не напоминает. Ну, о теории относительности, конечно, в несколько ином виде. Пуанкаре и Лоренц задолго до Эйнштейна сформировали тоже. Десять лет они спорили в открытой печати, Эйнштейн читал это всё. Значит, это... Ну, я уже не говорю о том, что Эйнштейна несколько раз за теорию относительности специальную выдвигали на Нобелевскую премию. А не дали ей почему? Потому что в Нобелевском этом сидел Лоренц, который, так сказать, знал, кто же создал теорию относительности, основные условия и так далее. А дали за второй закон, который вытекает из третьего закона Столетова. Но Столетову не дали, а вот Эйнштейну дали, для того, что нужен был непонятный идеал. В настоящее время развивается в различных аспектах старый, как человечество, вопрос от отношений взаимосвязи материи и сознания. В физике он упирается в неопределённость невидимого мира, становящегося в современной вулке всё более проявляемой тысячами парадоксов, начиная от пресловутого дуализма всех частиц, невидимых тёмных энергий и материи, и кончая с квантовыми скачками и локальностью. Ну вот я, вообще-то я попытался составить, сколько их, этих, этих. Когда вторая сотня началась, я понял, что это бесполезно, и решил, что напишу основные. И вот их основных, которые надо объяснять, так сказать, я сформировал, так сказать, 14. Значит, а чего это не работает, интересно. Вот эта штука. Вот, сейчас заработало. Спасибо. Ну вот, я на одном установлюсь, просто это. Говорят, что и оно действительно так, только принцип расширения Вселенной не совсем такой, как трактует, так сказать, современная физика. Я объясню потом, почему. Значит, что расширяется Вселенная. Причём расширяется, уже говорят, со сверхсоровой скоростью. Мои расчёты показали, что она расширяется за скоростью 176 тысяч, в настоящее время, 176 тысяч километров в секунду. Но градиент реликтового излучения, которое, говорят, ещё осталось в той поре, не изменяется. Он как был 2,7 кельмина, так и остался. И 60 лет назад, когда его это, и сейчас, он один и тот же. Как же так? Вселенная увеличивается сумасшедшими темпами, объём, аналогично не меняется поле тяготения, аналогично не меняется градиент тёмных энергий, тёмной материи. Градиенты остаются постоянными. А Вселенная расширяется. Куда это уходит всё непонятно, или откуда приходит, непонятно. Философия и религия – это обострившаяся искусственная противоречия между диалектикой и триалектикой, это длящиеся 2000 лет спор о Святой Троице или Двоице, это видимое безразличие Бога к добру и злу, к судьбе человека и человечества. Физиология – это многочисленные загадки гнома, расшифровка которого породила массовую вопросов и нестыково. Психология – загадки паранормальных способностей, эффекты наблюдателей и многое другое. Космология наряду с вышеупомянутой тёмной материи и энергией, калейдоскок космологических постоянных, которые тот же Эйнштейн то вводил, то выводил, то они есть у него, то нет. Значит, скрытых параметров, которых уже накопилось сотни, большой взрыв которого из ничто, ускоренно расширяющиеся вселенные и так далее. По-крупному, несмотря на существенное развитие расширения экспериментального базиса, понимание парадоксов всех перечисленных наук по сравнению с ладзи, будой, практиков йогов, дзен-буддизмом практически не изменилось, привлечя лишь наукообразную терминологию, оставшись по существу метафизически-эзотерически. Это порождает на очисленной интерпретации надмирного плана появления и развития у личности таких граней и атрибутов, как свобода выбора, воля, совесть, творческая креативность, нужность, доверие, любознательность, соревновательная инициативность, гармония, альтруизм, соборность, ответственность, справедливость, любовь, самолет и так далее. На самом деле, это многовекторные отражения проявления одного и того же всемирного закона, закона сохранения. В трех зеркалах всеобщих принципов отбора, развития и единения, принявших на уровне флоры и фауны вид дарвиновских отбора изменчивой наследственности, а в человеческом обществе вид свободы, возвышения возможностей и потребностей и соревновательного единения. Все это наглядно и однозначно вытекает из энергоинформизма и субстанальной традиционной политики, которые строго доказательно раскрывают биосоцио-духовное единство человека и человеческого общества в целостности с природой, включая космос. Одно из форм на человеческом уровне, эти три направления определились как биосоциогенез, душосоциогенез, под разными названиями и соло-социогенез, и психосоциогенез, и духосоциогенез, что подробно рассмотрено в ряде моих работ. Мы сейчас можем констатировать, что бытие определяет сознание, это хорошо, но это не полностью. А сознание формирует бытие, рождая таким образом общество как таковое, включая производство, потребление, культуру, науку, философию и даже религию. Одной из форм этой пары современных модераторов бытия является пара производительной силы социально-экономические отношения, в котором соотношения и взаимосвязь в настоящее время стали теми же, что и в основной паре бытие сознание. Уровень производительных сил определяет социально-экономические отношения, а социально-экономические отношения формируют производительные силы, рождая таким образом общественный строй, основу общества, его форму. Сейчас мы явственно видим, как капиталистические, а сейчас уже не империалистические, капиталократические, финансиалистические, социально-экономические отношения до безобразия исказили производительные силы, продав им антигуманный, антиприродный, антинаучный характер и направление. В результате общество потеряло соборную целостность и смысл существования. В то же время мы должны вспомнить эволюционный закон необрастимости ДОВА. А из этого закона следует, что пора революций, восстаний и классовых антиколотальных революций прошла. Самое страшное, конечно, в этом, что с одной стороны человечество потихоньку привыкает к жизни в условиях постоянного нарушения императива выживания, а с другой использует их перекосы и возвращения для целей наживы развитыми странами. И самое главное, усилиями главных мировых эксплуататоров подменяет суть. Выхолачивает императивы жизни, в первую очередь, ключевые, духовно-нравственные и антропологические императивы. Мы должны избавиться от Бога, чтобы открыть дорогу новому мировому порядку. Откровенничает Ульямс, член Бельдербергского клуба. Вот, собственно, это их программа. Под Богом, конечно, понимать надо и следующие императивы, и от совести, от полоса отказаться и так далее, и так далее. Раз от Бога отказался, можно отказаться от всего, что угодно. Без создания твёрдого научно-физического фундамента, без надёжных философско-концентуальных конструкций, неопровержимо доказывающих антологическое несоответствие бытию сложившихся взглядов, о том, что и борьба за существование, и насилие субъекта общества культуры над другим субъектом, обществом культуры, является естественным, самозназумяющим, невозможно обвинить прагматику людей Запада и эзотерическую мудрость Востока для осуществления целей и идей нового мироустройства. Хотя Китай пытается что-то сделать, вот он выдвинул идею сообщества, единой судьбы человечества. Правда, она только на таком, на политическом уровне выдвинута. Фундамента у неё пока научного нет. Но, тем не менее, выдвинута. Адекватное понимание всеобщих, абсолютно инвариантов, абсолютно имманентных инвариантов, имеющих невещественную, нетварную природу, физической сути содержания, и тоже формы, у материи как таковой, и у сознания также, пока ускользало и ускользает от внимания представителей физики и философии. Вот найдите где-то, чтобы рассматривалась форма и содержание материи как таковой. Не стула или стула, а материи как таковой. Что такое является у неё, что является у неё содержанием и что является у неё формой. Нету. Нигде. Это провело к мистике и релятивизму и всемирному потоку сложений физико-логико-математических и геометрических инсинуаций, лишённых физической реальности и пытающихся за сложностью и мнимой оригинальностью своих воздушных замков оккультно скрыть отсутствие предмета. Здесь уместно провести две цитаты мудрых людей. Есть такой Бернард Шоу, конечно, вы все знаете, он говорил. «Если в поисках истины исследователь будет всё более и более дробить изучаемое явление, то он рискует узнать всё, ни о чём». И Гранин наш Дайнил, Ленинградец, недавно умер, к сожалению. О-ля-ля. Что-то я быстро закончил. А у меня же есть продолжение за счёт этого. Гранин писал, «Специалист старается узнать всё больше о всё меньшем, пока не будет знать всё ни о чём». То есть он почти повторил. «А философ узнаёт всё меньше о всё большем, пока не будет знать ничего обо всём». И вот чтобы разобраться в этом и дать определение и форме, и содержанию материи как таковых, давайте обратимся к энергии. Вот кто может дать определение энергии? Ну, я зачитаю несколько таких обобщающих. Энергия – общая мера различных процессов, видов взаимодействия, имеющих размерность работы. То есть это ни содержание, ни сущность, ни атрибут, ни категория, ни свойства, и тем более не всеобразующая субстанция, а просто мера, имеющая размерность работы. И ещё. Философы всё ещё не могут договориться о том, что же значит слово «информация». Но практикам исчерпывающая ясность, похоже, не нужна. Неопределённость ведь в каком-то смысле – это свобода. А мы знаем, что свобода безграничная – это что? Это полная несвобода. Полная несвобода. Как правильно определяли классики, что сущность, достигшая своего максимума, превращается в свою противоположность. Теперь информация. Информация – это не материя, это не энергия. Информация – это информация. Это Вин же заявил. Строгого научного и универсального определения понятия об информации не может быть. Это наш великий Моисеев Никита Николаевич заявил. То есть непонятное, неподдающееся определению. Поэтому определяемое Википедией, как просто, сведения, независимо от формы представления, информация, мера структурного, опять мера, структурного разнообразия. И всё. А Логоси ещё лучше. Имея внепространственную и вневременную природу, как тут мы тоже поддерживали это, так сказать, Логос принципиально недоступен для прямого изучения. Тут даже не нужно комментировать. Непринципиально недоступен и баста. Такое непонимание, вернее, непонимание сути и роли основных эволюционных акторов, точнее, демиургов бытия, привело к тому, что, к примеру, квантовая физика якобы опровергла классическую взаимосвязь целых частей, а наблюдателя сделала реальным участником пространства событий. Тем самым признала не только единство субстанций мышления и квантомеханических объектов, но отказала последним и в тварности, и в протяжённости, и в длительности. Далее, наряду с якобы невещественной формой живой материи, полями, не живой материи, невещественная форма невеживой материи, полями различных видов, появилась аналогичная невещественная полевая форма живого вещества, которая обеспечивает не только оплодотворение, но и дальнейшую непознаваемую никем программацию его биологической, психической и социальной жизни. Отсюда такие определения. Ничто есть сущность бытия. Это Хайденгер. Смысл мира должен лежать вне его. Отрицательная энергия Зайдовича, отрицательная масса Терлецкого, ну, я говорил уже сотни с лишним скрытых параметров и так далее. Глубоко уважаю неосферистов и экологистов, отчаянно бьющих колокола о неосферном и экологическом пожаре на планете Земля и страстно призывающих к ограничению потребления земных ресурсов. В то же время хочу напомнить им высказывания основателей марсизма о том, что когда возникает проблема, тогда же обнаруживаются созревшие средства его разрешения. Я залезу все-таки, у меня деваться некуда, я не высказал основное. Ну, хотя бы десяток минут. Но разумное потребление, я хочу сказать, разумное потребление не значит ограничение. Это всего, прежде всего, возвышение потребностей и возможностей, нахождение нового их качества на принципиально новой основе. Значит, в то же время, в то же время, ну, вы знаете все о пирамиде Маслова. Вот сейчас нас спускают на уровень низшей основания этой пирамиды. То есть, мы должны кушать, мы должны есть, мы должны заниматься сексом, мы должны это и то, и без границ, без всяких. Кушать все новое и это, и да, и да. О душе мы должны забыть, о духе тем более забыть, тем более, что, как говорили вот товарищи, они не имеют материального эго, хотя они имеют. И я это доказал и могу расшифровать. Надо отметить здесь, что древние, будучи незатуманенной рельтивизмом и оторванной от физики, математикой, математикой, геометрией и логикой, гораздо лучше понимали логос. Последний у Филона Александрийского был вторым богом, посредником между потусторонностью бога и посю сторонностью мира. У Гераклита логос, вечная необходимая и всеобщая необходимость, устойчивая закономерность. Энергоинформизм расшифровал физическое содержание этого второго бога, его физическую суть, мягкая сила мироздания. Найденные его строения и составляющие, а также вот таблица распределения энергии и материи по алюминициативным уровням. Вот темная вакуумная энергия. Это энергоэссенция, не имеющая формы, то есть она нематериальна, она только энергия, нулевой слой пространства. Это остаток энергии, который остался после того, как сформировалась материя и сформировалась темная материя, который я это. На это ушло больше 50% на формирование. И остающего остатка не достает для дальнейшей, так сказать, трансформации в материю. А материя, содержанием материи является энергия, а ее формой является информация. Только информация не в вербальном смысле, как мы привыкли ее оценивать, а она имеет атрибутивную форму еще, атрибутивный аспект. И имеет... Атрибутивная – это информация, информ цели формы, информ архетипа, формы скомпатизированной энергии материи. Вообще-то говоря, сама вот эта идея насущная принадлежит не мне. Это Сахаров сказал, что в материи есть скомпатизированная энергия. Только он, конечно, не договорил. Наверное, политика как раз увлекся сильно и, так сказать, не договорил, так сказать, это, что... Чем она скомпатизирована и каким образом. Значит, есть гомеостазная информация, в том числе социо-гомеостазная информация, обеспечивает присосабление и отбор субъектов, и его существование в жизни применительно к конкретным условиям среды. Есть знание, познание, вот та информация, которую мы как-то еще немного уже знаем. Значит, есть интуитивная, индуктивная информация. Ну, это я очень хорошо знаю. Почему? Потому что основная формула моя из трех открытых формул, я просто встал утром и записал ее. Конечно, я до этого десяток лет думал над этим вопросом, но вот, чтобы я ее вывел, я не скажу так. Я просто встал и записал. Если две остальные формулы мною выведены, а это просто записано, а потом эта формула позволила как бы все расчеты сделать, которые рассчитать все константы. Причем в расчете констант не участвовали, предположим, в расчете константы Нейтона не участвовали массы вообще. Потому что они, эта константа создается не ими. Значит, я применил в расчете всех констант, всех констант применил только две исходных данных. Это π и скорость света. Все, больше ничего не применяется. И все константы рассчитаны. Даже более того, их рассчитано 167 констант. В том числе и 15 тех, которые мучают ученых, что они должны до 10-го знака с обитой, если в 10-м знаке отклонения хоть от одной константы, все, Вселенной уже не будет. А оказалось, что все эти константы созданы одним и тем же актором. Значит, это единым информационным полем. И поэтому они так друг к другу соответствуют, один к одному. Ну, все константы, которые я рассчитал, до 12-го знака после запятой. И они, а все константы, вы знаете, найдены эмпирическим путем. И уточняются, сейчас уточняются с помощью опыта только эмпирическим путем. Теоретически ни одной константы не рассчитано. Никем. Значит, так вот, совпали до какого рассчитанного константы эмпирическим, до такого знака совпало. Все причем, не одна, а все. Значит, ну, я не буду останавливаться на этом. Вот открытие энергоинформизма. Значит, вот три формулы. И с помощью этих формул я прошел на 102 реперных точки назад. Пошел 102 реперных точки от создания материи и до, так сказать, этого самого. И нашлись два космологических члена, которые обеспечивают, константы скаляров, которые в каждой точке Вселенной, они переговорили друг к другу, и именно они обеспечивают всемирное вращение всего и всея. Значит, ну, так как у меня время ограничено, я не могу вот это расшифровывать и так сказать это. Опять. Вот. Значит, создана таблица. Вот тут ставил эту задачу наш организатор. Значит, что как-то надо свести таблицы всех, свести к единым какому-то физическому параметру или показателям. Значит, все параметры миров, а их оказалось не три, которые мы знаем, это типовой мир, значит, и термодинамический мир мы знаем, электромагнитный мир знаем, и гравитонный мир знаем, а их вообще-то шесть. Значит, все показатели сейчас сведены к одной единице измерения, метр на секунду, то есть скорости. Все показатели сведены, и каждую показатели можно... А это... И эта таблица, во-первых, обладает огромной креативной силой. Все расчеты настолько упростились. Просто, так сказать, в тысячи раз это упростились расчеты. Ну, я создал маленькую программку и определил параметры, по которым силы. 167 сил нашлось. Нашлись все частицы, которые разделены на трех группы. Одна гипотетическая, которая никогда не проявляется, не появится. Их оказалось около 31 тысячи, вернее, немножко больше, чем 31. Определились, вы знаете, сейчас 400 так частиц наука как бы нащупала. Ну, таких частиц, вообще-то, 700 с хвостиком. И 32 частиц, эти самые, которые создали материальный метр, которые воплотились в реальность. Потому что те частицы, которые существуют в 10 минус 20, в степени секунды, это частицы потенциально возможные, но не так сказать это. Значит. Все, заканчиваю я. Значит, я хотел вот о человечестве сказать о высказывании нашего лидера, который высказался, что тот, кто будет владеть компьютерными технологиями или компьютерами, то тот будет владеть миром. Кто первым создаст искусственный интеллект. Интеллект. Да. И отсюда, отсюда. Значит, нам предлагают три варианта. Три варианта предлагают. Жалко, что мне... Так, я вроде рассчитывал, что успею, все, но... Ну, может быть, да, может быть. Старик. Да, значит, нераскрытый, вот понимаете. Ну вот, из опыта Маули, а их уже больше 500 Маули, вы знаете, Нета, стало ясным, что душа и дух индивидуума могут прорасти и развиться только на полях общественных отношений. Как и их атрибуты – совесть, вера, справедливость, отзывчивость, честь и другие моральные личностные составляющие души и духа. Однако из этого делают, на мой взгляд, не совсем правильный вывод, что душа и дух, а также их атрибуты – целиком результат отношений по плаву Павлову Лоренцу. Хнут и пряник. Что дети изначально жестокие, эгоистичные, жадные и так далее. Только жители, отношения с обществом природы могут создать у индивидуума душу и дух. Вот тут надо пояснить душа и дух. Значит, каждый из нас, ну не только из нас, от камня начиная, Ленин говорил же, что у камня тоже есть сознание, но оно выражено предыдущим этим самым отражением, предыдущим атрибутом, отражением, неразвившимся сознанием. Это очень правильное, чёткое такое замечание и определение. Вот. У 500 маули, которых мы знаем, эти семена, значит, для того, чтобы выросли, нужны не только почва, но и семя. А для того, чтобы выросло что-то богатое, нужен садовник, удобрение и дожди. У 500 маули, которых мы знаем, семена не проросли в своё время. Не было почвы, ни садовника, ни удобрений. Их душа и дух погибли по закону Нуверса, неизбежного угостания вовремя не раскрытых способностей, открытых нашими великими педагогами, супругами Никитинами. Да, спасибо. Значит, к сожалению, я, так сказать, может быть, самое главное не сказал. Тем более, есть вопросы. Ну, извиняюсь, что вот так, может быть, не это. Вы знаете, вот первая часть вашего выступления похожа на политинформацию. Если бы вы сократили, конечно, ничего. Да, но она как бы необходима была для того, чтобы понять. Для чего? Политинформация есть политинформация. Ну, ну. Да. Вопрос мой в том, что, вот скажем, поясните, пожалуйста, кратко и тезисно, в чем философские ошибки релевитивиста? Философские, основная ошибка заключается в чем? Что они принцип относительности, который является инструментом, превратили в принцип реальности. Принцип реальности, понимаете? Вот в этом, так сказать, на мой взгляд, так сказать, это. И тем самым, тем самым, дали возможность вот заменить математикой, геометрией, логикой, а их 13 видов логик, значит, разными еще, так сказать, этими самыми, заменить, так сказать, реальность. Вот это основной, основная, на мой взгляд, ошибка. Это, другие еще есть. Кстати, Лоренц как раз не допускал такого в своей трактовке относительности принципа. Он понимал, что это инструмент просто. Инструмент, что мы сопоставляем, как бы сравниваем это и так далее. Но это не значит, что принцип относительности, он определяет реальность. Валерий Иванович, Ваши вопросы. Вопрос такой. Информацию Вы считаете материалистичной или статистической характеристикой? Значит, информация, как и все в мире, во-первых, развивается и, так сказать, приобретают все новые и новые формы. Значит, вот сознание является, так сказать, своего рода, значит, венцом развития этого, этой формы, венцом развития этой формы. Никакого противоречия нет. Значит, можно выразиться таким образом. Бог-Отец энергия, Бог-Святой Дух информация, Бог-Сын материя. Вместе они втроем создали весь мир. Второй вопрос. Вы используете термин энергоинформационный. Этот термин был придуман генералами-экстрасенсами для того, чтобы объяснить свою уникальную способность. Как Вы относитесь к этому термину энергоинформационного? Значит, этот термин правильно ими придуман. Он отражает что? Что наш мозг, даже ученые современные говорят, что мы его используем там на 4-6%. На самом деле мы его используем на доле процента. А вот сейчас 19 направлений, как бы, есть этих экстрасенсов различного рода, 19 направлений. Их гораздо больше. Их тысячи и тысячи. Значит, но мы пока возможности мозга не используем. Даже на сотую долю процента. Значит, мы его используем только вот для счета, для логики, для геометрии и так далее, и так далее. Но не для познания реальности. И будущее человечества. Вот компьютер, как бы, ну, сделал шаг, так сказать, к этому. Ну, тоже опять направлений, направлений логики определенного рода дороги, логики и счета опять. Значит, мы, когда научимся входить в прямое сопровисновение с единым генерационным полем, а вот те экстрасенсы, и не только экстрасенсы, и обычные люди в критических ситуациях пробуждают с этой способностью. Как бы, преодолевая закон ДОЛа. Значит, ну, вы знаете вот такие случаи, что ребенок попадает под машину, мать поднимает 10-тонный КАМАЗ. Она, ее даже мышцы не могут выдержать, они должны были разорваться. А она поднимает. То есть у нее проводилась способность какого плана? Управление гравитоном, потоком гравитона. Потоки гравитона идут с разных направлений. Ну, и посчитано, сколько направлений этих? 0,2 на 10-тонной степени. И посчитан источник, который испускает гравитон. Значит, у нее пробудилась способность отвода этих гравитонов. Отвода. И она спокойно подняла этот КАМАЗ, который потерял вес, будем говорить, в привычном понимании этого слова. Значит, и таких случаев очень много. Значит, вот я там вот Николай Васильевич Петров ушел, я не видел его. Значит, я ему дал там книгу. Очень интересный, так сказать, автор. Я ее сейчас читаю. Значит, он, как сказать, он очень объективно пытается подойти ко всем вот этим случаям, так сказать, которых накопилось уже десятки тысяч. Десятка тысяч. И не пытается, ну, так высказывает скользко свое мнение о этом, но капитально так не пытается подойти. Но все равно, он называется жизнь, жизнь, то есть вселенная разума называется книга. Я, вот она у меня на электронной книге, я могу, кто желает, подойти, дать этого, Максим, фамилию подзабыл, автора этого, и, так сказать, я вот ее сейчас читаю. По началу. Значит, вот таким образом. Так, я не ответил на вопросы, не ответил. Пожалуйста. Почему вы берете в качестве основной пару бытие и сознание? Что вы понимаете под бытием? Ведь если под бытием понимать существование сущего, то след за Декартом можно утверждать мыслю, следовательно, существую. Стало быть, сознание причастно к сущему. Или вы понимаете что-то иное под понятием весьма теплым? Еще раз, сознание, сознание, это развившаяся атрибутивная информация. То есть это форма, вот материя, я еще раз повторяю, материя есть комфортизированная, информационно-сформатизированная энергия. Атрибутивный атрибут материи, информация атрибут материи, правильно? Да, информация атрибут материи, но она в этих самых. Значит, и вот сознание, это развившаяся информация, развившаяся. Я понял. Значит, это самое. Как и бытие наше, это развившаяся потребление энергии, различных видов. То есть развитие, оно претерпевает в различных формах уже... Прошу прощения, тогда вопрос простой, короткий. Что значит существовать? Существовать, это быть в реальности. Быть реально. Короткий вопрос, короткий ответ. Скажите, пожалуйста, где у вас в сети можно почитать, или я читала ваши статьи? Значит, у меня есть блог, в Академии Тринитаризма есть блог. Я вам блог, он у меня на телефоне записан, я вам дам. Там у меня, конечно, не все мои работы, но порядка 40 работ там есть. Значит, книги, там четыре книги у меня, но они... Тихо, еще назовите, пожалуйста, какую книгу вы дали Николаю Васильевичу? Как называется? Я название дал. Называется она «Вселенная разумная». Спасибо. И еще вопрос. Я тоже вам дам автора, вот у меня он на электронной книге. То, что... Вот раз вы с Николой Васильевичем как-то более знакомы, что завтра будет его выступление, и как вы относитесь к его мировоззрению? Кстати, это между делом, значит, то, что идет война мировоззрения сейчас на планете. И, в частности, это... Значит, ну я отвечу. Я Николай Васильевичем пытался обсуждать. Ну, каждый, конечно, публик свое болото хвалит. Вообще, и я... Да, я его читал в нескольких книг. Значит, у него в принципиальной подходе, что в подходах, на мой взгляд, ошибки, он, конечно, так не считает, он в основу всего кладет электромагнитные взаимодействия. Вы не поняли. Да. Да, не буду сейчас это обсуждать завтра. Завтра поговорим много. Его основная концепция, что в мире, во Вселенной, нет ничего костного. Все есть живое. И он, обобщив массу информации, вывел это не чисто эльфирически, а чисто научно. Поэтому завтра я попрошу присутствующих обязательно внимательно вывернуть все из Николая Васильевича, чтобы вы понимали. Потому что... Значит, понятно. Спасибо. Значит, все живое. Я вам приводил мысль Ленина о том, что камень тоже обладает сознанием в первичной форме. Значит, он живой, но у него живость проявляется тысячелетиями. Только и всего. А у нас она проявляется секундами. Это во всех. Потому что она у нас развела. Это научные труды в будущем двух тысячелетий. Так, что? Дональя Васильевич, пожалуйста. У меня вопрос на... Да. Как вы считаете, может быть, что 8 миллиардов разумных существ на этой земле генерируют, коллективный разум? Значит, вот когда я говорил о Логосе и о том, что он расшифрован у меня как единое национальное поле, расшифрованы его составляющие, расшифрованы эти и так далее. Каждый субъект, на зерене, живой, неживой, имеет в этом Логосе свою матрицу, свое отражение в Логосе. В том числе и мы имеем матрицу. У нас был поэт, который писал таким образом, что я, каждый внук рождается, намного пережив сознанием деда. Намного. Значит, и прадеда. И он правильно говорил. Вот на Земле было несколько взрывов живого. Ну, скажем, кембрийский взрыв. Когда появилось несколько миллионов новых видов. Не просто там один и два. Сразу вот мгновенно и по всей Земле появились эти виды. А потом они начали исчезать, 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 ну, по Дарвину. Ну, и в результате катастроф там техноедных, я имею в виду внешних катастроф, там, падения этого и так далее. Но при этом что оказалось? Ну, вот исчезли вполне вроде бы конкурентоспособные виды, скажем, пещерные медведи или соблезубые тигры. Вполне такие эти неодертальцы исчезли. Вполне причем они недавно исчезли, 200 тысяч лет назад исчезли. Значит, вполне так сказать. Значит, было 120 видов гамид. осталось вот 4 расы. Значит, это. Было 6 тысяч обезьян. Осталось сейчас порядка это, 100. То есть, есть мягкая направляющая сила в виде единого информационного поля. В этом едином информационном поле есть матрица каждого. А она не просто матрица там, а в 6, она 6-лиферсковая. То есть, она в 6 физических мирах, которых вот тут в каждой точке есть 6 физических миров. Значит, почему вот ученые сейчас запутались, так сказать, это. Потому что мы их воспринимаем как один мир. Электромагнитный мир и гравитонный мир мы воспринимаем как один, только, так сказать, это. А это разные миры. Значит, создаются они как раз вот этим едином инфомагнитным полем, расшифровка которого мною проявлена. Значит, конечно, я далек от мысли то, что информизм создан уже полностью. Там еще огромная масса работы, так сказать, сумасшедшая. Хватит еще нескольким поколениям ученых. А как Вы считаете, вот эта конструкция будет работать вечно? Вот что нарисовал ее сзади? Значит, ну, у меня спорный вопрос, что мазионитное поле сжиматься будет. у меня спорный вопрос. Она взаимопроникая будет друг к другу. А сжиматься она едва не будет. Значит, она просто, ну, я не готов, так сказать, я вообще не думал над этим вопросом. И сразу отвечать, я просто так интуитивно отвечаю сейчас. Просто трубка и два моря и все. А? Тут же простая конструкция. Простая, сделать надо, да, правильно. Больше ничего. Ну, я еще раз говорю. Я вам отвечу, туда, да? Да. Можно? Пожалуйста, ваш вопрос. Я хотела бы сказать такое понятие, как информация. Геннадий Николаевич Дульнев сказал так, информация это фундаментальная сущность природы. Как вы к этому относитесь? Он правильно сказал. Ну, только не сущная, а фундаментальная форма энергии. ну, фундаментальная, это правильно. Извините, я забыл о вашем вопросе. Вот Эмин говорил, что решив проблему между материализмом и идеализмом, дискуссия невозможна. То есть, вы придерживаетесь одних взглядов, там, релятивисты других. Это обсуждение идет в ней. Я хочу сказать, что в рамках дискуссии решить проблемы невозможно. Это показывает и работа нашего клуба, и это, и так далее. Поскольку много теорий, и каждый остается при своем мнении. Поэтому я хочу сказать, что надо просто обратить внимание на технику безопасности, потому что невозможность решить проблемы логически приводит к войнам. И сейчас ситуация такая, что мы стоим на грани войны. И тут, так сказать, я думаю, просто обратить внимание, что техника безопасности превыше всего. Значит, понятен вопрос. Но я хотел сказать вам вот что в ответе на ваш вопрос. Значит, да, значит, между чистым идеализмом и чистым материализмом найти решение трудно. Ну вот, выступал тут один идеалист, который говорил, что если я закрою глаза, то Луны нет. Так, примерно так, тут это трудно найти. Но есть критерии, всеобщие критерии, это практика, это опыт, это это самое. И есть критерии сравнения выводов с достигнутыми уже тоже критериальными этими. Реативизм снял императивы креативные, нет у него креативных императивов. А если мы говорим, что есть константы, и я их рассчитываю без участия тех участников, которых заявлял Пулон, за которые заявлял Ньютон и так далее, ну, он правильно говорил, что говорит, я не знаю, что значит, а Энгельс, а потом и индийские эти самые говорили, но если есть притяжение, то должно быть отталкивание, а где оно? А тут нет притяжения, есть приталкивание и расталкивание, тут они, пара это существует, значит, и они вполне считаются, как же еще раз говорю, считаются с точностью до того знака, до которого сегодня эти в последних справочниках эти константы сформулированы, сформулированы до десятого знака, до десятого знака считается, все совпадает один к одному. Консенс в том, комиссия науки вас не признала? Значит, комиссия по науке таким образом, значит, я начал, ну, я издаю так работы, вот, Академия тренитаризма, все мои работы издает, так сказать, это самое, на своих сайтах, а журнал один послал, он, вы знаете, надо заключение, заключение этих самых, ну, сделайте заключение, я готов с любым встретиться и попробовать защитить. Сейчас послал другой этот, прислали мне, мы отдали для заключения ученых, ну, я жду ответа. Так что, время истекло, час мы уложились. Отлично, спасибо. Спасибо, поблагодарим, до встречи.